Привет, ребята! Добро пожаловать на канал Ivy The Roar. Сегодня у нас полюбившаяся народу рубрика «Реакция на реакцию» и смотрели мы Леоса из Hell's Cream Academy с реакцией преподавателя по вокалу на барабаны в песне «Вайкинг» от группы «Slaughter to Prevail». Дело было давно на стриме, поэтому видео не самое свежее, но если не хочешь пропускать стримы, то имеет смысл подписаться на телеграм-канал. Ссылка есть в описании. Также видео выходит в раннем доступе на Boosty. Также на Boosty находятся различные туториалы по техникам звукоизлечения, по техникам компрессии и по техникам пения, поэтому тоже имеет смысл подписаться обязательно. Ну, вообще, по желанию. Если вы хотите научиться, тогда смысл есть. А дальше мы откладывать в долгий ящик не будем. Посмотрим, что же нам приготовил самый главный прародитель экстремального штормбаса на Руси. Погнали! Мастер реакции, мастер красивой картинки, черный пояс по штормбасу, человек, лишившийся дредов. Погнали! Леос Хэлл Скрим, The Butcher. Понятно? Вот такое представление теперь. А реакция-то будет? Это что такое? Или я не то видео включил? Написано, Викинг, реакция. Ладно. Даже тайм нет вообще никаких кодов. Но я вижу, ладно, дальше он там сидит базарит. Ну, ладно, давайте еще и песню послушаем, что нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаете, что обидно? На прошлом стриме мы смотрели релиз группы Ренессанс, который на вокале Дэвид Бенитис, который... Антипод Леоса, наверное, это преподаватель или там владелец, я не знаю, кто он. Экстрим Вокал Институт. И вот у Леоса звук лучше. Здесь брейки, ну, они качают, ладно, чего душой кривить? Как бы ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, по голове стучит немножко. Не сильно, но хоть как-то. Не импендинг дум ни разу, конечно. С Калчуров Дэд, который включаешь, и вот сразу хочется я и чугуну. Здесь такого эффекта, конечно, нет. Но есть грув. У них что? Там денег не хватало? Или как? Или кто? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, буквально на днях мы замутили коллаб вот с этой вот китайской конторой, которая называется FENOX PRO. Они... Ну, тебе тоже привет, как бы, да, здорово, дорогой друг. Ха-ха-ха. Короче, реклама. Понятно? Смотри. Занимается про... Тайминг специально не поставлю, чтобы нельзя было пропустить. Ну, или пропустишь что-нибудь важное. Производством разного музыкального оборудования в данном случае это система персонального мониторинга, о которой я, кстати, буду рассказывать. Я сделал уже обзор. Он выйдет здесь, на этом канале, чтобы вы не потеряли, не искали мой влоговый канал, на который, кстати, всё-таки надо, наконец, подписаться. Ты чё наезжаешь сходу? Надо на твой влог подписаться. Чё, охерел? Даже дизлайк тебе ставить не буду. Ха-ха-ха. Чё за интонации такие? Снейл Кик и то как-то более доброжелательно по-отцовски зовёт на его Телеграм подписываться. А ведь он тоже хочет. И мы с вами наберём там 50 тысяч подписчиков и откроем долгий длинный путь до соточки. Так что вперёд, ссылочка на него в описании. Собственно, что это такое? Давайте я быстренько покажу. Во-первых, в обзоре я всё чётко показал, как она работает. Я просто вот поставил станцию здесь, взял наушники, раздвоитель, воткнул наушники. Так мы же не видели уши. Мы видели гитару и тогда ещё дреды. То есть эта реклама была снята, значит, довольно давно. Когда он их сбрил, там, я не знаю, я не следил. Вин-то не было? Что ты нам рассказываешь тут? Это плохая реклама. Я не куплю эти наушники, даже если надо будет. Потому что я не видел, как они работают. Я видел гитару. Вот гитару можно купить, звучит хорошо. Только скажите, какие плагины были навешаны. Наушники в камеру всё это отправил и пошёл гулять как бы далеко от дома, за два дома, короче, ушёл за перекрёсток. И только там она начала прерываться. Фишка в том, что это та самая штука, которую вокалисты, когда вы смотрите какой-нибудь концерт, он там такой, в расчёску поёт. Ай-яй-яй, как он постоянно что-то крутит, да? Это как раз та самая штука, которую он крутит. Это приёмник, в который вставляются наушники. Мало кто знает, но вокалист, который поёт вот так в расчёску, крутит себе диаметр очка, а не радиостанцию. Он, собственно, принимает радиосигнал, то есть музыку, которую в этот момент музыканты исполняют. Ну, собственно... Ну, либо это радио, про которое пела группа «Рамштайн» в клипе, в песне «Радио». Потому что, а чё он так поёт? Походу, ему лет сто. Просто это как напольный монитор, только всегда в наушниках. То есть в любой точке сцены ты всегда слышишь полный микс одинаково так же, как и в любой другой точке сцены. Ну, то есть в наушниках, как в записи. Если, конечно, хорошо нарулил себе мониторный микс, это ещё одна важная тема. В комплекте с ней идёт антенна, рэковые крепления специально, чтобы в рэк её можно было поставить. Даже переходничок они положили, представляете себе? Вот такой вот просто стерео-джек для того, чтобы ваш звукорежиссёр мониторный мог... Забить вам его в очко! Вот в эту вот базу, собственно, это и есть сама радиосистема. Вот здесь вот, значит, блок питания стерео. Я не понимаю, как люди в мониторке слушают моно. Это кошмар, это ужасно просто. Аттенюация на минус 12 децибел и, собственно, на антенну выход. Спереди у нас здесь с вами выход на наушники, чтобы мог звукорежиссёр ваш мониторный подключиться и послушать, что же вы там ему показываете и что не так с вашим миксом, и поправил это. Далее у нас две громкости. Одна как раз на эти наушники, другая. То, что у нас входящий сигнал отправляется к вам вот на этот вот приёмник. И, собственно, всё. Больше здесь ничего не надо. Есть ещё инфракрасный порт. Мне больше нравится реклама ушей, которые рекламирует Лёха с Жокой. Там, по крайней мере, доступно объясняется ещё и, зачем это надо. Ладно, понятно, зачем нужна радиостанция. Но тут у нас, в принципе, приветственного слова никакого не было. Просто с двух ног, типа, на, покупай. Это понятно. Но там ребята рассказывают про слепки, про то, как их личный опыт использования концерна. Здесь он тоже говорит, ну, типа, вот там на видео, где мы лица-то не видели, я уж не говорю про наушники. Это просто липсинг на гитаре был. Как бы, о чём речь? Ты вообще, зная этого персонажа, я бы посмотрел аналоги. Не то, чтобы мне он что-то плохое сделал. Нет, у меня нет каких-то личных претензий. Более того, когда я там начинал изучать свободный интернет, когда он у меня появился, что можно поорать, как можно поорать. С его видосиками парочка я ознакомился из миллиона, понял, что как бы, ну, нет, так не пойдёт. Но, тем не менее, какой-то бэкграунд формировался. И даже некоторые упражнения, хоть их пришлось довольно сильно видоизменить, доработать, объяснить, зачем это надо вообще, но были взяты. Не то, чтобы есть, правда, большой выбор, да, чего можно делать в этой среде. Хочешь кошечка, хочешь лягушечка, хочешь гуся изображай, хочешь клоуна. Ну, как бы, это всё про одно и то же плюс-минус. Короче, так себе реклама, ребята. Благодаря которому они вот таким вот образом синхронизируют частоту и не лагают. Система сама по себе, судя по всему, очень мощная. Я не очень в этом вот разбираюсь, поэтому тут, наверное, всякие радиоэлектроники смогут вам подсказать, если погуглят её как-то технические свойства. Но я её проверил вот в таких вот музыкальных условиях, не совсем погуляв по деревне, грубо говоря, да, вот уходя за бетонные дома и за железные заборы, соответственно. И сигнал он начинает терять, ну, в метрах 150 за несколькими домами. То есть это серьёзный такой момент. Но самый прикол здесь в том, да, что вот я сейчас так рассказываю, всё красиво, и вы такие, вот она стоит-то, наверное, у-у-у, 18 тысяч рублей. Да. Ближайшие конкуренты с таким качеством стоят сейчас в 10 раз дороже. Мы только что недавно вот с ребятами сравнивали, ржали, как не могли. Просто вот небезызвестные бренды, которыми я тоже пользовался, и они иногда теряли сигнал, вот я стою на расстоянии 2 метров от этой системы, которая у меня за спиной, и у меня сигнал пропадает. Как бы да. Вот, поэтому ссылочку на эту систему я вам оставлю в описании. Потому что они денег за рекламу не занесли, и поэтому их сигнал пропал в 2 метрах. Они, ссылочку на обзор, который выйдет, она появится тоже в описании, соответственно, распаковку, где можно посмотреть, как это всё упаковано. Вы же любите посмотреть, как упакованы пакетики, всё вот это, как это снимается, да? Серьёзно? Напишите в чате, кто любит смотреть распаковку пакетиков. Как бы распаковка пакетиков типа канала грильков, где он достаёт шашлычок, уголёк, мангал, вот такого говна нам продали 365 дней. Это прикольно. Смотрите, как распаковывают коробочку аудиосистем или микрофон. Не, ну может есть любители, наверняка есть. Но меня больше интересует, как это работает. Ну, это субъективное. Субъективное это мнение автора, никого обидеть не хотят. Советует информацию не воспринимать всерьёз, а абсолютно относиться к ней, как будто я сказал, какую-то хуйню. Тоже оставлю вам. Если у меня сейчас появятся промокоды на скидочку, ещё как бы 18 тысяч рублей, куда меньше, как бы, да, ну давайте сделаем, если возможно. Я тоже их оставлю вам в описании. И самый прикол в том, что у ребят склад в России, и эту систему можно заказать с Алиэкспресса. Она приехала мне за два или три дня, что ли? Я даже не ожидал. Я заказал такой, думаю, ладно, жду. Ну, проходит, я не знаю, ну реально, два или три дня, и я такой, просто мне приходит это вот Алиэкспрессовское обновление, что типа, о, забирайте. Я такой, чего? Как так? В общем, все ссылочки найдёте в описании. А вот это я знаю почему, потому что ещё в бородатый, не знаю какой год, но давно, я давно уже Алиэкспрессом не пользовался, они склады на территории России открыли, этот момент я застал, и доставка реально занимала пару дней. Ну, был такой, да. Вон недавно новости были, что вместо того, чтобы китайцам логистический центр ещё один отдать на 400 чего-то там, квадратных километров. Волжском у нас тут рядом будут застраивать жилую застройку, а им ничего не дали. Вот не будет быстрой доставки с Алиэкспресса. Так бывает. В описании. Тест выйдет скоро совсем на этом канале. Ожидайте. Всем привет, с вами Лео, вы на канале Hell's Cream Academy. Сегодня мы с вами будем... А-а-а, так приветствие спустя пять с половиной минут. Ну, что ж, можно было хотя бы тайминг поставить. Даже в комментариях никто не озаботился. Сколько просмотров у видео? 32 тысячи. Никто не поленился. Сколько комментариев? 158. А чё так мало для такого количества просмотров? Наверное, никто не досмотрел. Смотреть новый трек от Slotter to Prevail, Аликса Террибла, Александра Шоколая. Как вы его знаете, можете знать его просто по маске и злому Гроулу. Я знаю его как Who the fuck this doom guy? И всё. Так сразу понятно. Вот. Трек называется Викинг. Как вот это совпало, потому что это футболка группы моего студента, ну, так вот получилось просто. Я её одел, потом смотрю у меня в списке Шоколая посмотреть, то, что очень многие просили. На этой неделе мы с вами будем заниматься разным рок-металлом. Я немножко приуныл от телевизионных шоу, немножко передохнём недельку, так что ожидайте, всё будет на следующей неделе. Вот. Так что сегодня у нас лютейшая рубиловая, я надеюсь, как бы, да, от Шоколая, потому что Шоколай по-другому не делает, он делает только фарш мяса, чтобы прям брызги летели. Вот. Потому что, ну, это Slotter to Prevail. Какое название, такой, собственно, и материал. Рубиловая жесточайшая, просто безостановочная. Вот. Так что давайте ротом пока разговаривать не будем и посмотрим, что они там замутили. Ротом разговаривать не будем на отметке 6,5 минут. Потому что Викинг, не знаю, я почему-то сразу думаю про то, что Шоколай переиграл в Альхейм, если они будут строить хату, потом на драгаве плавать. Ну ладно, погнали. Вы специально все так делаете? Я понять не могу. Они друг у друга как-то эту идею украли, что надо вот в таком окошке это всё открывать? За шо? Почему больше-то сделать нельзя? У тебя и так лицо большое. Сделай поменьше. Сними реакцию на клип, а не реакцию на себя. Или я снимаю свою реакцию. Так. Ладно, поехали. Ворона как в Альхеме, да? Прямо в начале специально. Хедлайн е... А, у них сейчас тур идёт. Они же там с Fallin' and Reverse, я видел видос, рубится нормально. Понимаешь только язык меча. Что ж, так прольётся кровь. Так прольётся кровь. А-ха-ха-ха-ха. Мой язык без космоса. Прикольный вот этот момент. То, что Шоколай, да, как бы стандартно своим этим ручит. Блин, чувак, ну там давно в музыкальной среде. Это раз. Второе. У него не е... Мониторы ушные. Ну, может, просто наушники, но он вроде там что-то про ушные мониторы говорил, и вряд ли у него дешёвые наушники. Два. Третий момент. Сценический опыт. Он же там выступал, пел, записывался, все дела. Супер. Почему? Что, слишком громко музыку в уши вывел? То есть по интонации, по разговору он кричит. Ну, на его манер просто. Если Штрабас — это расщепление. Ладно, он умеет расщеплять там как-то. Даже где-то есть видосы, где он Фолскорт показывал. Окей. С мониторингом проблемы или чё? То есть вот ты включаешь музыку, и да, да, там вот это вот всё происходило, они же в туре там с Fallen and Reverse орут вместе. Значит, ты себя не слышишь, правильно? Чего не хватает? Мониторинга? Добавь. Опыта? Ну, тут уже не добавишь. Не знаю. Не нравится. Плохо. И ещё на фон, и мы ещё ниже опустили. Там пичем услышно вздох. Мишаня. Всё так... Мне нравится, прикол то, что Женёк сейчас играет, короче, Гравити Бласт, да, ну, об край малого. И тоже вот на паузу вообще не ставишь, чтобы видос покороче был. Ну, так не говори про барабаны. Препод по вокалу. Ну, ладно, я тоже как бы грешу, но всё-таки. О, бич, я вынул хуй, чтобы тебя постричь. Ну, если кто-то шарит за раннее творчество. Который, да, вот этот вот, который за одно движение даёт два удара, и... Проблема с желудком. А-ха! Вот это шутки! У меня бать так делает, когда у него гастрит в язву попадает. Какая жесть вообще. Мне нравится то, что Шоколай вернулся к своим истокам, и вот у него прям вот эти вот гролы лютые, то есть как бы вставок нет здесь никаких. Ха-ха! Ребёнок в Москве. Вот это вот прям вот лють его. Берзу с песном. Ой, Женя, Женя, прям вот это вот прям очень красиво делает. Мы с ним как-то разговаривали на тему, он говорит, я обожаю вот эти вставочки с железом делать, а то прям вот придаёт барабаном прям такого понимаешь только язык меча. Что ж? Брррр. Бррр. Ну вы поняли. Вот это настоящий вокалс. Вокалс. Это как раз то, что я говорил, да, у Женя прикол этот, вот он играет хилтон, да, когда ноги вот так вот, ну типа пятка-мысок, пятка-мысок, по два удара за одно движение ногой, да, и сверху гравити бласт и врезать это просто вот так вот, просто дробильня такая. О, прикольно, с квартой. У него гитарист новый появился, второй. Реакция на песню. У него гитарист появился второй. К этот чувак, который... Хоть он и не останавливает видео, по крайней мере, мы его слышим. То есть, да, тут у него дела получше Алексиса стоят. Но в целом это... Как бы грустно не было один уровень. Тогда Алексей незаслуженно мало просмотров имеет. Сессионщик, видимо. Потому что он стоит сбоку за барабанами. Ребята, ну, может быть, да. Тоже правильно, типа, больше живого звука, чтобы... О! Хорошо! Кто понял, тот понял. Объясните, пожалуйста, остальным кто-нибудь... Ну, как бы, даже не в танке. Очень визуственный клип. Чего? Как это... Подушка-обнимашка, которая... Это традиционный гусь-обнимусь. Мини-версия. Я понял. На самом деле, это не положительный обзор. Типа, восхищение. Это такая мета-ирония-сарказм прям. Типа... Ой, какие они все долбоёбы! Ну, типа того. Это многое объясняет. Вот, возможно, дреда он не отстриг, ему их выдрали. В чате пишет, что, похоже, Леосу заплатили за реакцию. Выглядит так. Поэтому сидит. Ручки на стол. Руки на стол! О, там сейчас только что Дирк Блафт был, походу. О, это нормально. О, понимаешь только... А прикольно, они сделали, что вроде как бы концерт, да, идёт. И просто на сцене ещё дополнительные кадры сняли вот эти крупники. Прям... Только что Санька один раз вытащили Watch the World Burn вместе с ним крикнуть. И там тоже Ратки ему так отбил, что типа спасибо, блядь, песню испортил. Но обычно делают закрытый типа концерт, куда приглашают людей за символическую сумму, что самое забавное. Иногда и бесплатно, зависит от размера группы в плане их, да, известности. И говорят, что там будет съёмка. Веселитесь, кайфуйте, не стойте. Вы послушаете концерт, ну, да, условно, забесплатно. Мы сделаем контент, все будут счастливы, и ваши лица засветятся. Естественно, это всё будет выглядеть движняково, классно подснято. То есть это не так, что типа, ребят, кто был на концерте, скиньте, пожалуйста, видео с телефоном и там смонтируем потом. И типа вот так классно вот у них там поснимали. Ну, то есть в этом нет ничего удивительного в целом. Не в 2023 году, по крайней мере. Вот если бы у них на концерте там, я не знаю, разверзлась земля и вылез Джи Джи Аллен, и начал бы посреди толпы говном кидаться. Вот это было бы шоу. Да, а есть моменты, которые... Я так не умею. Чисто скажите мне, где они взяли это ведро просто вот это. Сейчас. А, нас впечатлил не звук Санька, который призван быть, как и в Демолишере, прибрэкдауновым и инфернальным криком. Нас впечатлил ведро, в которое ударил Женя барабанщик. Лео с Хелл Драм Машин. Лео с Хелл Драм Машин. Ты базарил пол-видео, в смысле не выдохнуть. Ну, как минимум на разговор воздуха набирал. Жесть. Ну вот, я рад за ребят, что у них вообще... Ну, то есть, как бы они сейчас там катаются, но именно круто... Я рад за ребят, что у них вообще хоть что-нибудь вышло наконец-то, а то я думал, они уже кончились там все. То, что, в принципе, да, то есть, есть некоторое восприятие у людей во всем мире, то, что, типа, тяжелая музыка такая, это жесть, но при этом посмотрите, сколько они собирают. Реально, просто, просто вообще мясо. То, что я говорил в самом начале, там просто слышно. Там была реклама беспроводной радиосистемы, я запомнил, там ничего по теме не было. Вот этот шоколаевский гроул, да, такой, и специально, чтобы это еще злее было, там, я не знаю, может, на тон, на полтора немножко этот же самый звук опущенный, да, то есть специальная цифра, чтобы он еще более жесткий был. Я не говорю, что это читинг, это, типа, как это называется? Драматический эффект, во. Вот. Это называется лейеринг, это называется постобработка или там предобработка, как хотите, в принципе. Ну, пред, это если бы он до записи какие-то эффектики бы использовал. Это называется просто обработка. Драматический эффект. Ну, это, конечно, красиво, но мы вроде про техническую составляющую говорим, да, тут вроде там наложили, наложили, чтобы драматический эффект был. Видимо, от слова драм, ну, барабаны, потому что мы говорили почти всю реакцию про них. Вот чтобы вот так вот было, потому что, ну, как бы прям, ааа, жесть, мясо. Кадры, как бы, ну, они, судя по всему, просто взяли камеру, да, там, человек, который снимает, я не знаю, профессионально снимали или нет, потому что снят клево вообще, не придраться вообще, ничего хорошо намонтировали. Сняли на сцене, когда они просто, ну, я не знаю, там, на саундчеке, например, да, поставили, вырубили свет, потому что Саня там без микрофона, как бы, да, то есть он просто под трек корчится в клипе, да, то есть и второй момент они взяли вот из разных концертов то, что они там где-то гонят. Не, прикольно. Мне нравятся такие клипы, потому что они наверняка играют уже лайвом эту песню, поэтому... Они играли эту песню лайвом еще до того, как состоялся какой-то вообще намек на релиз. Выходило, типа, закрытое прослушивание New Song, то есть человек, который делает реакцию за группой не то, что не следит, он вообще не следит. За интернетом, видимо, скачал на флешку вот в 2015 году ее и все. Можно было нарезать вот с лайвов, как они ее, собственно, играли, потому что, ну, реально. А почему, собственно, и нет? Ну, вот, такие дела. Мясо, фарш, конечно, прям жесть. Я не скажу, что я люблю такое музло, я немножко по-другому, но вот иногда бывает прям как будто, знаете, как кофе размолол, да, и прям просто по всем занюхал, выпил, вколол себе в задницу прям кофе, короче, чтобы прям адреналин такой был. Ну вот, ну а если вы хотите... Это все приведет к некрозу, б**ть. Я метафору понимаю прекрасно, если что, но я не мог вставить свои пять копеек. Не вставить, в смысле. Очень круто поддержать канал, обязательно подписывайтесь на Boosty, ссылочка есть в описании. Это прям помогает очень круто содержать канал и развивать его. И, соответственно, не забудьте подписаться на мой паблик ВКонтакте. Золотые слова. Подписка на Boosty помогает содержать канал и делать контент. Мой влоговый канал и канал моей группы Финн. Все ссылочки вы найдете в описании. И давайте еще увидимся. Покедово. Покедово. Ну, ребят, может, наверное, показаться, что там предвзятые отношения, какая-то агрессия. Нет, на самом деле нет, но я сравниваю контент, который делают, давайте так, в СНГ-сегменте и в зарубежном сегменте, и разница в качестве, она, ну, очень большая. Даже реклама, то есть реклама, которая там вставками присутствует, я не видел у Extreme Vocal Institute, но я видел у Cardavox, например, да, она там вскользь какая-то есть, ссылочки есть, и, пожалуйста, там, покупайте, заходите, переходите, и поехали дальше по делу. Здесь, ну, реакция от чувака, который подает себя как препода по вокалу, а в итоге... Ой, где они взяли это ведро? В частик, где самый, наверное, по задумке авторов лучший вокальный тейк. Злой, мощный, там, что, разобрать можно, как типа сделано, например. Отсутствует от слова совсем, ну, тоже такое себе. Маленький этот экранчик, где ряха больше целого видеоклипа размером. Ну, тоже, блин, я не знаю. Так что ничего личного, здесь мы просто смотрели видосик, и все.